Сейчас о погоде. В Европе продолжают бушевать мощный циклон Кьяра. Он уже успел привести к транспортному коллапсу и массовым отключениям электроэнергии во многих странах Европы. И сейчас вихрь уже начал проявлять себя и в России. Ко мне присоединяется ведущий специалист центра ФОБОС Елена Волосюк. Елена, приветствую. В Великобритании говорят о серьезных разрушениях. У нас в стране тоже ждать чего-то подобного? Здравствуйте. Надеюсь, что до серьезных разрушений дело не дойдет. Но стихия уже проявляет себя в западных областях страны и рвется дальше на восток. Первый тревожный звонок о приближении циклона Кьяра в Санкт-Петербурге прозвучал еще ночью. Ветром сорвало облицовку парапета, и она лязгала о стену дома несколько часов, мешая местным жителям спать. Они назвали этот звук «адские колокольчики». Другие последствия стихии в северной столице были более привычными. В одном из районов оказались повалено несколько тополей. В другом, в результате шквала, рухнул рекламный щит. Ранее вихрь успел себя проявить в Калининграде и в Пскове. Там также основной мишенью оказались плохо закрепленные конструкции и деревья. По данным на 15 часов московского времени, на территории нашей страны самые сильные порывы до 19 метров в секунду фиксировались в Ленинградской области. Чуть слабее задувало в Брянской и Курской областях. Но вообще зона штормовой погоды растянулась от Баренцева моря до Приволжья. Ну а в эпицентре непогоды сейчас страны Восточной Европы. В Чехии скорость ветра достигает 30 метров в секунду. Это уже стало причиной задержек авиарейсов. В стране остались в депо десятки поездов. Железнодорожные пути и автострады завалены упавшими деревьями. Без электричества в Чехии на данный момент остается более 120 тысяч человек. Также без света сидят 40 тысяч жителей польских городов и деревень. Но похожая ситуация сложилась и в Германии. Кроме того, удар стихии здесь стал настоящим стресс-тестом для строений. В одном из городов Баварии шквалом сорвало часть кровли создание частной школы. Уроки отменены. В другом случае стена жилого дома за считанные секунды лишилась облицовки. Циклон Кьяра, кстати, в некоторых странах Европы ему дали другое название Сабина, пробивает дорогу вглубь континенту Атлантическому теплу. В Калининграде воздух уже успел прогреться почти до плюс 9. В Санкт-Петербурге термометр показывает плюс 2. В Москве плюс 2,7. То есть столица страны сейчас теплее, чем на Черном море, в Анапе. В то же время на востоке центрального района, куда атлантические воздушные массы еще не добрались, по-прежнему холодно. В Пензе, например, минус 5,4. В Санкт-Петербурге атмосферное давление продолжает падать и уже опустилось ниже минимума 1995 года. Дует сильный ветер, идет дождь, термометр показывает плюс 2. Ночью станет на градус теплее, дожди продолжатся, а ветер в порывах может усиливаться до 17 метров в секунду. Завтра ветер начнет ослабевать, давление станет расти, осадков тоже станет меньше, но оттепели сохранятся. В Москве, как я уже сказала, по последним данным, плюс 2,7. Ярко светит солнце. Ближе к полуночи ожидается ухудшение погоды. Пойдет снег, местами поднимутся метели. Возможно, налипание мокрого снега на провода и деревья. Не исключены гололедные явления. До 15-20 метров в секунду усилится ветер. За ходом солнца температура понизится до минус 1, а завтра уже уйдет в плюс. При этом мокрый снег будет идти с небольшими перерывами. За сутки может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков. А вот атмосферное давление продолжит падать и опустится до 728 миллиметров тудного столба, что может стать новым рекордом для 11 февраля. Вот таковы прогнозы к этой минуте. Вера. Елена, спасибо. Елена Власек рассказала о циклоне Киара и его влиянии на погоду в европейской части России. Редактор субтитров А.Семкин